Приветствую вас, и вы знаете, если мы говорим о привязывании, то здесь сразу же необходимо обратить внимание на наличие у человека определенного рода потребностей. То есть вот вы привязываетесь к людям именно потому, что у вас есть потребности. И именно эти потребности заставляют вас привязываться к людям. Именно эти потребности заставляют вас испытывать привязанность к людям. И именно вам, как следует, хорошо для себя понять, почему и как, и главное, за счет чего вы привязываетесь к людям. А что они вам, по сути дела, такого дают, что вы испытываете к ним приятность? А ведь это, на самом деле, очень-очень важно, подобная вещь. Очень важно, чтобы вы отдавали себя в счет в том, от чего зависит, значит, вас очень приятно. И вот именно эти желания, которые вы испытываете, именно эти потребности, которые у вас есть, которые вы пытаетесь реализовать, собственно, ну, через людей, да, вот именно это вам и нужно как раз-таки удовлетворять самостоятельно. То есть, если вы, например, привязываетесь к людям по каким-то определенным критериям, неважно какие, эти критерии для вас важны. Значит, вам нужно самостоятельно с ними это сделать, чтобы быть, как бы, так сказать, независимым в отношениях с людьми. Говоря о том, что-то сделать, я имею в виду, сразу скажу, что это вот не какое-то такое, знаете, голословное, да, утверждение, может быть, что-то сделать и все, значит, говоря о том, чтобы что-то сделать, я имею в виду следующее. Значит, вам необходимо, вам необходимо учиться реализовывать свои потребности самостоятельно. Так, конечно, необходимо менять свои поведенческие модели, безусловно, без этого никак, но если вы хотите избавить себя от привязанности, то по-другому никак у вас не получится, к сожалению. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить на ваш вопрос. Анализировать нужно поведенческую сферу, это первое. И второе, анализировать вашу уверенность, а точнее, ее отсутствие в себе. Это вот и является самым важным в вашей ситуации. Потому что привязываетесь к людям вы еще и потому, что, по сути дела, пытаетесь за их счет, за счет этих людей, компенсировать свою неуверенность в себе. И, соответственно, этого тоже желательно избегать. Этого тоже желательно не попадаться в этот каткам, когда вы за счет других людей пытаетесь как-то компенсировать свои недостатки. Ну и, заканчивая свой ответ, я бы хотел, наверное, сказать так, что, видите ли, вы от отношений, вы хотите что-то получить для себя. А вот это самое дурное, не нужно от отношений чего-то ожидать. И потому выстраивать отношения нужно именно так, чтобы вы от них чего-то для себя не ждали. Вы понимаете, чтобы вы были непримуизденным в отношениях, чтобы вы были свободным в них. И тогда у вас все постепенно будет налаживаться. Хотя, конечно, вам нужна работа с психологом, по минимуму, несколько консультаций для понимания более детального того, что с вами происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, вам разрешайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.